Перенесемся в Россию и продолжим тему искусства. В Русском музее прошла конференция по современному искусству. Что значит быть современным? Почему актуальное искусство стремится отличиться от традиционного и классического? Этот и другие вопросы решали участники дискуссии. Подробнее вы сможете узнать в нашем репортаже. Памятник Александру Третьему, увековечивший основателя Транссибирской магистрали, был создан на рубеже 19-20 веков. Спустя ровно 100 лет был создан новый постамент «Девочка на тираннозавре», который воплощает типичные черты современного искусства. Обе скульптуры находятся сейчас во дворе мраморного дворца и символизируют собой встречу двух эпох – век нынешний и век минувший. Каков же будет ее итог – диалог или смена приоритетов? Разобраться в этом вопросе решили участники научной конференции на тему «Что такое искусство? Современный взгляд», собравший вместе исследователей, искусствоведов и ведущих сотрудников крупнейших музеев в одном из залов мраморного дворца. Инициатором мероприятия выступило Министерство культуры Российской Федерации. Мы изначально планируя эту конференцию, выходя с алицетивой, понимали, что это будет лишь первым шагом, первым этапом дискуссии о том, что же такое искусство. В общем, таким она и оказалась, потому что вот то созвездие, буквально созвездие выступающих, иначе не скажешь, они выдвинули столько много всего нового интересного, что позволяет эту проблему рассмотреть даже под очень разными аспектами. Мне кажется, очень важным тезис о том, что современное искусство, шокируя зрителя, провоцирует агрессивную реакцию. Это тема на стыке двух наук, на стыке психологии человека и культурологии, искусствознания, как это сказать, то есть науки о культуре, науки о психике. Спикеры конференции отметили не только обилие приемов шокирования зрителя в современном искусстве, но и тенденции к приобретению массового характера. Ведь создатели сделать достоянием общественности, например, текстовое или графическое произведение при помощи компьютера, сегодня способен любой, даже не самый опытный пользователь. Но можно ли попирать традиции? Территория искусства современного, она очень расширилась. И уже мы не можем говорить об изобразительном искусстве. Картина, скульптура, графика, театр, музыка, электроника – все вторгается в то, что раньше называлось изобразительным искусством. Поэтому, конечно, важно понять вот это соотношение и важно понимать, что современное искусство действительно это то, что происходит сегодня. Это не обязательно абсолютно что-то новое, ломающее традиции. В Русском музее стремятся собрать коллекцию, наиболее объективно отражающую состояние современного искусства. В ней присутствуют работы как сторонников традиционной школы, так и самые эпатажные труды в духе постмодернизма. Как было отмечено в одном из докладов, искусство и является целью существования цивилизации. Ведь именно оно рассказывает потомкам о состоянии культурной жизни народов. Татьяна Василькова, Алексей Рожнов, Новости ТБН.